Ну а пока этот турнир в нашем городе только готовится, ирбитские легкоатлеты защищают честь Ирбита на других соревнованиях. В числе последних первенство Уральского федерального округа и первенство страны, прошедшее в Москве. Карина Лыжина в свои 15 лет уже стала кандидатом в мастера спорта. И вот новая победа. В начале июня Карина забрала первое место на первенстве Уральского федерального округа. Более того, по итогам этих стартов она прошла отбор на состязаниях международного уровня во Владивостоке, которые пройдут с 26 июля по 8 августа. Там Карина выступит в составе сборной России и будет в этот раз защищать честь не только Ирбита, но и всей страны. Соревнования «Дети Азии» проходят традиционно в системе. На этих соревнованиях участвуют дети до 16 лет. Собираются на этих соревнованиях сильнейшие спортсмены азиатских стран, а также округов Российской Федерации. И наша спортсменка Карина Лыжина попала на эти соревнования, выиграв Уральский федеральный округ в городе Челябинск. Дорога была долгая. Из-за этого ноги были не свежие. Но соревнования были довольно волнительные, потому что выходили отборы на важные соревнования. Но они были успешными довольно. Я выиграла. А буквально на днях воспитанники отделения лёгкой атлетики приехали из Москвы, где ребята соревновались с сильнейшими спортсменами со всей страны. И попали в десятку лучших, заняв пятое, седьмое и девятое места. Там проходила неделя лёгкой атлетики, в которой участвовали все сильнейшие спортсмены по разным возрастным группам. Начиная со спортсменов до 14 лет, далее до 16, до 18. И заканчивались соревнования великими спортсменами, можно так сказать, Российской Федерации. Участвуя в состязаниях различного уровня, будь то областные, всероссийские или международные, спортсмены приобретают всё больший соревновательный опыт. А это ещё одна важная составляющая успеха. Не прошло и недели, как наши спортсмены вновь выступают на очередном первенстве. Сегодня ребята защищают честь нашего города в Екатеринбурге. Поэтому пожелаем им успехов и новых высот.